Марина Потоцкая. Барсундук из детского сада. В детском саду ребята лепили из пластилина зверей. Хотели зоопарк сделать. У всех было хорошее настроение, а у Славы плохое. Он утром с мамой поссорился. Он шапку не хотел надевать, кричал, брыкался и головой вертел так, что она чуть не оторвалась. «Не хочу я на тебя смотреть», — сказала ему мама. «И поэтому из сада тебя тетя Зоя заберет. А я ей велю конфет тебе не давать и сказок не рассказывать». И вот за этого всего Слава смотрел хмуро, говорил сердито, и зверь у него получился какой-то странный. Синего цвета, с одним желтым глазом и длинным хвостом. Слава его быстро-быстро слепил, чтобы не приставали. А на столе перед воспитательницей Ириной Васильевной выстраивались в ряд пять разноцветных зайцев, три утки, собака, жираф, кит. Слава подошел и поставил своего зверя рядом с зайцами. «Это белочка?» — спросила Ирина Васильевна. Слава покачал головой. «Это, наверное, кот», — сказала девочка Маша. Слава усмехнулся презрительно. «Это рысь!» — крикнул Вова, который недавно научился говорить «ррррр». «Рысь?» «Никакая не рысь!» — сердито сказал Слава. «Это такой специальный зверь. Один на весь детский сад. И вообще на целый мир». «И как же твой зверь называется?» — поинтересовалась Ирина Васильевна. Слава подумал немножко и сказал торжественно. «Бар-сундук. Я его сам придумал». Ирина Васильевна удивилась. «Может быть барсук или бурундук?» «Бар-сун-дук». «Тогда, Слава, расскажи нам, что ест твой зверь, барсун-дук? Где живет, с кем дружит? Раз ты его придумал, значит, ты все о нем знаешь». «У меня вообще-то голова болит», — начал Слава. Но тут Маша спросила. «А этот барсун-дук добрый или злой?» «Очень злой», — гордо сказал Слава. «Видите, у него глаз желтый. Это от злости». «А почему у него один глаз?» — спросил Вова. «А чтоб страшнее было». Все посмотрели на барсун-дука. Он вроде бы и не казался страшным, но Слава продолжал. «Живет барсун-дук в холодильнике. Он мороза не боится. Как ночь, залезает в холодильник и спит там». «А что он ест?» — спросил Денис. «Снег, наверное». «Он книжки ест. Возьмет какую-нибудь книжку и хруп-хруп сгрызет всю. Особенно сказки любит. И не дружит он ни с кем. Вот какой особенный». «Давайте для этого особенного сделаем клетку», — предложил Денис. «И пусть он в ней сидит, раз такой злющий». «Не надо», — покачал головой Слава и сунул барсун-дука в карман. «Сам сиди в своей клетке, а я его домой отнесу». Вечером, как мама и обещала, за Славой пришла тетя Зоя. Она Славу поцеловала, но конфет не дала и сказку не рассказала. «Спешу я, Славочка, очень. На курсы кройки и шитья. А сказку по телевизору посмотришь». Дома Слава с мамой не помирился. Она на кухне посудой гремела, а он в комнате сидел. «Сидел, сидел!» И вдруг вспомнил, что у него в кармане барсун-дук. Слава барсун-дука поставил на стол и стал разглядывать. Синий барсун-дук тоже смотрел на Славу одним глазом. «Подумаешь», — пробормотал Слава. «И совсем он не злой. Грустный какой-то. Ты чего такой?» Барсун-дук молчал. «Ты не горюй. Подумаешь, зоопарк. Я вот тебя сейчас в холодильник отнесу. Может, тебе там веселее будет». Ночью Слава проснулся, пить захотел. На кухне в холодильнике что-то шуршало. Слава открыл холодильник и увидел своего барсун-дука. Тот сидел на тарелке с сыром и всклипывал. «Ты чего?» — удивился Слава. «Холодно мне тут. Ну зачем ты придумал, что я в холодильнике живу?» «Да я так просто!» — смутился Слава. «А зачем ты сказал, что я книжки грызу? Неужели я такой глупый?» «Да это я так!» «И выдумал, будто я злой, не дружу ни с кем. А я как вылепился, сразу с двумя зайцами пластилиновыми подружился. А ты чего?» Славе стало стыдно. Он отнес барсун-дука в свою комнату и снова лег спать. Во сне он ворочался и вздыхал. Жалел барсун-дука. Утром Славу разбудила мама. Он сразу все вспомнил и сказал виноват. «Давай я сегодня хоть десять шапок надену». «Не надо десять!» — улыбнулась мама. «Одну на день, но без капризов». Плохое Славяное настроение сразу куда-то подевалось. Он запрыгал, забегал, стал в детский сад собираться. Про барсун-дука не забыл. Сунул его в варежку. В саду Слава хотел потихоньку посадить барсун-дука на полку к другим пластилиновым зверям. Но девочка Маша это заметила. «Ирина Васильевна, а Слава Крюков опять своего барсун-дука принес». «Он не злой», — горячо сказал Слава. «Это я вчера все неправильно про него говорил. И в холодильнике он не живет, и книжек не ест. И вообще, барсун-дук самый добрый зверь, добрее ваших зайцев». «В самом деле», — сказала Ирина Васильевна, разглядывая барсун-дука. «Мне и вчера показалось, что это вполне симпатичный зверь. Ну что, ребята, возьмем его в наш зоопарк». В каком детском саду это было? А в том, где стоит в старшей группе на полке до сих пор синий зверь из пластилина. Барсун-дук. Барсун-дук.